Приветствую вас! Меня зовут Оксана Андреенко и в ближайшие 13 минут мы расскажем вам об экономике Краснодарского края. Просто, доступно и интересно. Это реальный сектор. И вот о чем сегодня мы вам расскажем. Производительность на максимум. Как предприятия внедряют бережливые технологии? Бесплатная помощь для кубанских компаний. Какие результаты уже получили? Сегодня мы подробно поговорим о производительности труда. В России существует одноименный нацпроект, для которого сформирована целая инфраструктура. Федеральный и региональный центры компетенций помогают компаниям выбиться в лидеры отрасли, используя инновационный подход к совершенствованию менеджмента, применяя на практике инструменты бережливого производства. Десятки принципов и многоформальностей. Такими бережливые технологии могут показаться лишь на первый взгляд. На самом деле за бесконечными инструкциями кроются простые правила, которые помогут избежать потерь. Постигать японскую философию кайдзен можно и самостоятельно, но куда эффективнее в рамках национального проекта производительность труда. Причем абсолютно бесплатно, ведь все расходы на обучение берет на себя государство. У нас в крае проект действует с 2018 года и у Кубани, по сравнению с другими регионами, опережающие темпы достижения поставленных показателей. Лидеры в абсолютном вкладе в прирост производительности труда за последние пару лет сельское хозяйство, транспортные перевозки и торговля. Обрабатывающее производство 45%, второе место разделили сельское хозяйство и транспорт по 18%, предприятия торговли на третьем 12%. На некоторых предприятиях эксперты РЦК смогли добиться максимальных показателей сокращения времени протекания процессов на 69%, уменьшения запасов в два раза, увеличения выработки на 350%. На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 227 предприятий Кубани из 31 муниципалитета. Программа поддержки компании разделена на две части. Первая – системные меры предоставления льготных займов региональным фондам развития промышленности, инвестиционного налогового вычета, субсидий и бесплатных образовательных программ. Вторая часть помощи – это уже адресная поддержка участников проекта. На одном из таких предприятий, где удалось достичь максимальных показателей за короткое время, побывал и наш корреспондент Нина Чибисова. Где ваша тележка? Берем. Все, берем, берем. Тележка должна прямо ездить. Надо, не надо. Вы взяли, поехали. Не волнуйтесь, сотрудников здесь никто не обижает. Просто бережливая технология – вещь тяжелая. И чтобы работникам компании было легче адаптироваться, региональный центр компетенции создал фабрику процессов. Там для сотрудников имитируются реальные производственные условия, в которых люди будут учиться правильно решать проблемные ситуации. После этого РЦК будет еще какое-то время курировать компанию и помогать во всех вопросах. Сам проект условно можно поделить на три месяца. Первое – это обучение диагностика во влечение предприятия. И три месяца внедрения в силу того, что мы выявили в ходе диагностики. То есть мы выезжаем на проект, мы выбираем конкретно какой-то поток, и мы приступаем к оптимизации. Компания, которая стала одним из участников программы «Произвительность труда», разрабатывает и производит природу и ресурсосберегающие технологии, которые обеспечивают зеленую энергетику, а также переработку и утилизацию отходов. В перечень продукции уходят сортировочные комплексы, в том числе сортировочное оборудование, грохоты, климатические кабины, конвейеры. Также мы разрабатываем и производим инсинераторное оборудование, системами газоочистки, системами водоподготовки, что позволяет сократить любые производственные отходы во время утилизации отходов. Также одно из смежных наших направлений – это котельное оборудование. Когда проект начал воплощаться в жизнь, и сотрудники РЦК посетили завод, то было замечено, что заготовки и полуфабрикаты в производственном цехе располагаются хаотично. Безусловно, это замедляло процесс производства продукции, загармождало пространство, и чтобы сократить время, цех было решено разделить на зоны и организовать производственные ячейки. В результате применения бережливых технологий мы снизили время протекания процесса на 53%, запасы – на 41%. А самое главное – мы увеличили выработку готовой продукции на 64%. Сами рабочие поначалу были скептично настроены к новшествам в рабочем процессе, но со временем, когда польза стала явной, то изменили и свое мнение в положительную сторону. Узнали, что такое потери, вообще как с этим бороться, узнали очень много методов, по каким методам мы можем работать. Мы составили диаграмму спагетти. Мы нашли каждую свою потерю, что мы делаем не так. То, что из-за хаотичного расположения инструментов сложно работать, сотрудники тоже замечали, так как на один этап работы уходило слишком много времени. А время, как известно, это слишком ценный ресурс, которым нельзя разбрасываться безграмотно. Нам было очень сложно делать свою работу. То, что у нас одни печки находились там, 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 то есть где-то там детали, где-то там детали. То есть, чтобы свою работу мне сделать в плане покраски, очень много времени занимало и перемещение, переналадка, привезти что-то, пескоструй, пока мы его вывезем. То есть это занимало до двух часов, пока мы начнем работать. То есть потеря времени, очень большая потеря времени была. В данный момент все изменения уже действуют. Инструменты теперь хранятся на положенных им местах. Для наглядности даже сделан калаш, как было до и как стало после внедрения новых технологий. Но это, конечно же, не все изменения. За небольшой срок действия проекта были внедрены пескоструйная камера, которая быстрее лечит металл, и передвижная камера покраски, которая значительно заслужила время передвижения изделий внутри цеха. Кроме того, была создана общая база конструкторской технологической документации. И теперь изделия быстрее подготавливаются к производственному процессу. Оборудование кубанского производителя представлено в России, странах СНГ, Арабских Эмиратах, странах Южной Африки и Латинской Америки. И на ближайший год у компании есть планы по увеличению объемов производства в два раза. Наша продукция поставляется по всем регионам Российской Федерации, а также и за рубеж. Среди наших клиентов это разные предприятия, которые специализируются на сборе и утилизации отходов. Это промышленные, производственные предприятия, которые образуют отходы, где требуется решение по их обезвреживанию и утилизации. С чего началась история бережливых технологий, как они внедрялись в край и каких результатов удалось добиться, об этом расскажет наш эксперт, директор регионального центра компетенции Екатерина Афонина. Здравствуйте, Екатерина Валерьевна. Сегодня поговорим с вами о нацпроекте «Произвительность труда». Но вы, как руководитель регионального центра компетенции, расскажите, что это за центр, когда он возник и какие вообще были предпосылки? Здравствуйте, Нина. Вы находитесь как раз на территории фабрики процессов. Центр изначально был создан еще в 2021 году, в начале при фонде развития промышленности. Уже работать самостоятельно мы начали в 2022 году. И это площадка, где мы обучаем наши команды, предприятия, кубанские предприятия, производительности труда. Как мне известно, изначально был вообще федеральный центр компетенции. В чем появилась необходимость создать краевую структуру? В самом начале на территории края работал федеральный центр компетенции. Но запрос и показатели национального проекта были увеличены. Соответственно, во всех регионах, сегодня это уже больше 80 регионов, где работают региональные центры компетенции. Мы одни из первых начали работать самостоятельно. Были сформированы команды, приглашены. И хочу сказать, что у нас эксперты мы привлекли с различных регионов, которые имеют уникальный опыт работы на различных промышленных предприятиях от 10-15 лет. Соответственно, они сегодня как раз те знания, которые накопили, и плюс обучились повышению производительности труда, ну и, соответственно, обучают уже команды на предприятии. Вот да, обращаюсь уже к результатам. От реализации производительности труда какой экономический эффект мы получили? Ну, накопительный экономический эффект. Вот за три года участники национального проекта нам показали порядка 48 миллиардов рублей. И хочу отметить, что это результат вот такой работы наших экспертов. Если уже говорить по показателям, да, есть и наибольшие, наилучшие показатели. Я могу привести, допустим, сокращение времени протекания процесса на 70%, снижение запасов в два раза, увеличение выработки почти в три раза. Есть такие у нас примеры. И все эти изменения происходят не за счет капитальных вложений или больших инвестиций, а именно работают на предприятии с внутренними резервами, с потенциалом и самих работников, и в целом ресурсов предприятия. Это позволяет вот иметь такую добавленную стоимость, которую мы вот сегодня по результатам работы, трехлетней работы увидели. А как вообще стать участником этого проекта и кто может им стать? Участником проекта могут стать предприятия пяти базовых отраслей. Это у нас обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспортировка и логистика и строительство. Условия, они не меняются уже на протяжении последних как раз трех лет. 400, выручка должна плюс 400 миллионов быть. И иностранный капитал не более 50%. Мы проводим достаточно широкую информационную кампанию. И важно, что если в начале пути где-то было много сомнений о эффективности той работы, которая выстраивается в рамках нацпроекта, то сегодня уже у нас есть такой большой портфель успешных примеров, практики, которые у нас есть свои амбассадоры, которые делятся этим опытом участия в нацпроекте. И, конечно, желающих уже становится достаточно. Даже иногда нам не хватает собственного ресурса, чтобы удовлетворить желающих стать участниками национального проекта. Хотелось бы уточнить, участие бесплатное или все-таки платное? Никаких финансовых издержек предприятие не несет. Это, конечно, для всех участников бесплатно. Только приобретает. И, как я уже вам сказала, что по итогам результата и внедрения проекта, наоборот, предприятия начинают зарабатывать больше. И очень важно, благодаря этому проекту, и мы много таких примеров видим, у предприятий есть возможность создавать именно безопасные и комфортные рабочие места и повышать заработную плату. То есть вот эта динамика роста заработной платы у наших участников выше, чем в среднем по отрасли. А вообще много компаний обращается за помощью в ваш центр? На сегодняшний день уже участниками стало 280 кубанских предприятий. Это цифра одна из самых высоких в стране. Мы здесь лидируем, входим в тройку лидеров по реализации национального проекта. И уже у нас подписаны еще 15 соглашений. Пока стартов нет, но до конца года мы начнем работать с этими предприятиями. Спасибо вам большое за беседу. Ну это все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. Встретимся ровно через неделю здесь же, на Кубань-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok